всем привет ребята вы на канале sober vision сегодня у нас будет новостной выпуск и выпуск этот будет немножко необычный я вам покажу стандартную процедуру как я провожу воскресное утро как я обслуживаю свои колонии как их кормлю увлажняю убираю мусор данную процедуру я провожу практически каждое воскресенье ну либо если нет времени провести воскресенье то заранее провожу в субботу начнем мы с наших новичков это колония пани рим 1 там ахусов для начала давайте мы сейчас смочим арену для этого я беру обычную кипяченую воду набираю шприц воды вот но и шприцы у меня тоже ребята я их помечаю потому что шприцов много один шприц там для сиропа один еще для счет в общем различные тут пометки ставлю на них чтобы было удобно откроем крышку и просто как бы со шприца немножко и так опрыскиваю арену для того чтобы те ногоножки которые тут живут различные мелкие в общем такие насекомые которые идут на корм муравьям в общем они чтобы не умерли потому что они любят среду достаточно влажную в общем так произвольно немножко опрыскиваю ну теперь давайте увлажним сам формикарий так ну где-то вот по 3 миллилитра я заливаю в каждую камеру ну конечно первоначально в первую камеру залить потом уже все остальные лить надо аккуратно потому что камеры здесь небольшие вазе и большая вероятность если вы много будете наливать воды что так вот сверху вода будет выливаться поэтому заливаем аккуратно ждем пока впитается ну и увлажним также еще соседней камеры так еще сразу наберу 5 налью по два с половиной в каждую камеру вот так у нас сегодня такой выпуск будет произвольный так сколько у нас тут сюда пускай здесь питается сюда ну в общем распределяющая шприц по 5 миллилитров в каждую камеру у по 5 миллилитров не по 5 а по два с половиной в общем вот так вот ну и дольем немножко сюда на этом увлажнение формикария мы закончили так давайте посмотрим что у нас с поилочки которые нас здесь есть на арене принципе я ни разу не видел чтобы они из этой поилки что-то пили ну да поилки еще прилично воды вода еще есть поэтому пускай она лежит тут спокойно теперь давайте их покормим а покормим мы личинка из нахаря сейчас мы достанем эту личиночку ну допустим вот такую вот личинку я достал небольшую есть на ее немножко всегда прижимаю ну и как я кормлю вот на видео на том может быть некоторые заметили которая выходила недавно про этих муравьев я просто приоткрывая немножко камеру между первым и вторым модулем и подсовываю сюда личинку намного проще удобнее сначала кормил через трубку но через трубку это целая куча проблем здесь вот мы закинули не личинка упала сам формикарий а до этого я засовывал вот сюда вот в трубочку потом этом подпихивал кусочком проволоки в общем чтоб она сюда упала мы потом понял что принципе это бесполезно неудобно здесь также если мы открываем эту камеру колония небольшая всего четыре сейчас муравья здесь вот уже появились яйца вы видели видео кто смотрел появились появилась одна личинка и поэтому лишний раз беспокоить эту камеру поднимать тоже не хочу поэтому просто через эту камеру закидываем сюда и в принципе все с этой колонии мы закончили и так следующий муравьи у нас на очереди это пожарники тоже панирины они у меня стоят рядом с андантемахусами ну что у нас здесь так здесь у нас сейчас на 5 рабочих из новых яиц у нас уже начали появляться личинки но здесь какой-то был разрыв небольшой во времени вот поэтому сейчас много очень яиц и личинки еще только начинает появляться сейчас у нас самом гнезде находится один муравей остальные все у нас побежали на водопой в паилку паилки уже не так много воды ну и видимо достаточно мало влажности в самом формикале раз они все рванули пить поэтому давайте скорее увлажнять его вот и посмотрим чем мы будем кормить я думаю что покормим их маленьким туркменским тараканчиком так давайте сейчас сначала увлажним формикарий до формикарий достаточно сухой вот видно что вода расходится по гипсовой пластине гипсовая пластина видно что она практически такая же как и все остальные не увлажненные поэтому я увидим в этот раз пересушил сейчас начали активно топить тут батареи поэтому вот сколько я сюда уже залью 3 миллилитра этот пожарник понял что идет процесс увлажнения подошел внимательно своими антеннами все ощупывает смотрит так ну давайте сюда еще залью 5 миллилитров вот и надо сейчас будет как-то и сейчас выгнать всех из паилки и паилки в этой уже не так много воды поэтому надо будет буду эту налить сколько здесь я вижу около уже четырех таких больших у нас личинок ну и целая гора у них давайте прям сейчас 5 миллилитров сюда зальем вот впитывается постепенно вода и расходится по пластине в принципе если сильно сухо то можно увлажнять и несколько раз в неделю например два раза в неделю по 3 миллилитра так давайте теперь попробуем их выгнать всех из паилочки потому что они там прям все сидят привинули хватки так ребята давайте все выходите выходите выходить покидаем борт покидаем покидаем выходим все давайте 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 ребята идите 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 все идите идите сейчас я вам хорошенько тут увлажню я вижу что вам влаги не хватает и здесь губка вся сухая давайте давайте выходите идите к себе сейчас я вам еще у меня здесь еще кроме такой паилки на арене с попробуем показать стоит еще и крышка крышку тоже я периодически наливаю воду если дождусь пока они все уйдут нальем и в крышечку им тоже воды пускай пьют отовсюду так ну что давайте выходите давайте давайте все отчаливайте отсюда не хотят выходить вот как они скатываются прикольно не сюда принесли и 4 яйца видимо потому что формикария совсем пересушил по моему я увлажнял то воскресенье но не уверен что это делал так сейчас мы яйца все туда вытрясем они потом принесут сами он еще у нас осталось одно яйцо принципе яйца не хватает вот я его раздавил но ничего страшного яйца говорю них много давайте сейчас мы сюда наберем воды лучше всего конечно снимать иголку и набирать полный шприц и давайте сюда так сейчас я подготовлю здесь на ватку вот обычно я так вот поплотнее поплотнее скручиваю сейчас уже купается один пожарный пошел купаться часом наберем видимо да складывается то что сказывается то что батареи начали топить надо сейчас мне кажется побольше их увлажнять смотреть контролировать формикарий вроде бы я на той неделе увлажнял хотя мог и не увлажнить получается что не две недели в не увлажненном формикаре ну посмотрим посмотрим так все поилочку я им поменял формикарий увлажнил и можно переходить к следующим муравьям есть мы крышку закрываем а переходить к следующему ровьям еще рановато потому что мы забыли их покормить самое главное так ну давайте сейчас я достану маленького тараканчика здесь что можно сказать что сами понери на недостаточно едят немного поэтому в принципе сейчас личинок также немного поэтому дадим им небольшого таракана большого таракана засовывать не будем потому что у этих пожарников есть тенденция они оставляют у меня таракана здесь и на арену но крайне редко они их выносят вот значит как я делал я приподнимают это вот перемычку и кладу туда им таракана все пускай они кушают а мы переходим к следующим муравьям и следующий у нас на очереди это ароматные муравьи вы видите что их уже осталось не так много потому что со временем муравьи умирают но к сожалению матка несмотря на то что у нее появляются яйца яйца периодически есть но эти яйца не развиваются и поэтому постепенно эта колония чувствую что вымлет не знаю какой ключик к этой колонии подобрать я уже и менял условия общем там целая куча было изменений кормлений но пока результата никакого нет поэтому продолжаю просто их кормить наблюдать может быть что-то и изменится корму я чаще всего сиропом и раза три в день даю им различный белок ну чаще всего это либо маленькие тараканчики либо знахарь знахарь и как в куколках также знахарь даю в виде личинок вот ну сегодня давайте просто им дадим сироп потому что вчера я уже давал им знахаря видите что один разведчик уже вышел на арену посмотрим что он будет он пить сироп посмотрел на этот сироп пить не стал но пьют они неохотно так можно сказать ненадолгий промежуток конечно конечно прикладываются к сиропу вот раз этот разведчик его сироп не заинтересовал ну ладно посмотрим понаблюдаем за этой колонией может быть из нее что-то и получится хотя надежд пока все меньше и следующий у нас на очереди винаторы и у них целая куча изменений кроме того что у них появилось очень много коконов сейчас около 13 коконов появилось два новых муравья первый это была крылатая матка и второй появился обычный рабочий несмотря на это через некоторое время когда ух с утра я уходил на работу я видел что два муравья активно ползали по арене здесь у меня всегда бегает один-два тараканчика пытались поймать этих тараканов но вечером когда я пришел я увидел обнаружил двух мертвых муравьев один муравей лежал здесь 2 лежал там за поилкой не знаю что послужило причиной гибели в общем причину точную я не знаю вот ну давайте займемся сейчас кормлением увлажним вот для кормления я подготовил вот такого небольшого туркменского тараканчика так как муравьев сейчас мало я стараюсь давать его придавленным если немножко придавлю так ну и засунул его через вот это вот отверстие как я обычно это делаю в общем пускай находится здесь так сейчас что я еще сделаю давайте сразу сейчас увлажним формикарий наливаем около также пяти миллилитров 4 5 миллилитра и увлажняю я первый модуль то есть тот модуль в котором они живут те два муравья которые погибли это были муравьи скорее всего из первой партии которая у меня была которые жили и как одна из причин возможно то что эти муравьи просто умерли от старости не знаю но с утра они бегали достаточно бодро быстро но потом как вы можете видеть осталось только у меня три муравья эти муравьи кстати лежат еще пока что вот здесь вот второй день надо их как раз сейчас будет убрать посмотреть убрать мусор на арене остатки тараканов и обязательно летим поилочку так формикарий мы увлажнили давайте сейчас аккуратно достанем поилку вот поилки вы видите что там совсем совсем мало осталось воды ватка практически сухая также убираем ватку и наливаем воду в нашу поилочку после этого вставляем сюда ватку если скручу получше здесь принципе плотность такая не нужна как огненных муравьев большая достаточно просто по на свободно 10 нас лежала и можно возвращать на арену вот можно еще увлажнить немножко сам субстрат который находится на арене там тоже субстрат был положен живой но как я вижу его не так часто увлажняю поэтому он пересушен и скорее всего принципе там уже живых особо никого не осталось ну посмотрим может быть кто-то живой там и есть так теперь что нам надо у нас один винатор активно исследует сейчас пространство на арене давайте сейчас немножко уберемся на самой арене достаточно активно этот винатор начал у нас пить и сейчас я уже подумал о том что возможная причина гибели вот этих двух муравьев именно то что в поилке было совсем мало воды может и это стало причиной так уберем сначала этих двух винаторов к сожалению которые у нас вчера погибли так уберем остатки тараканов сейчас этот винатор сюда у ползет я смогу взять вот этого тараканчика у винаторов хорошо то что они все остатки тараканов все вскрытые коконы полностью все выносят на арену и ничего у них фармикарии не остается так ну вроде бы все вроде бы крупных больше никаких кусочков у нас нет а вот еще голова лежит больше ничего нету так еду положили увлажнили сейчас еще немножко важный субстрат так немножко полина субстрат сделаю более влажным опять же батареи включили поэтому я вижу что увлажнять надо немножко побольше и сами фармикарии быстрее стали пересыхать ну и арены на которых лежат лежит у меня живой субстрат тоже увлажнять надо я думаю теперь будет не раз в неделю как я делал это раньше а как минимум пару раз в неделю так точно вот ну давайте и добавим еще немножко увлажнения сам фармикарий я думаю этого будет достаточно закрываем крышку и переходим к новой колонии ну что следующая колония у нас это мессер структор самая первая колония которая появилась у меня появилась на канале видите что прилично у них так загажена уже арена песок они почему-то постоянно передвигают в переднем к этому краю там себе площадку перед входом гнездо освобождает постоянно она у них очищена вот ну посмотрим сейчас увлажним фармикарий ну и думаю покормим их тараканчиком так первое что я делаю всегда это заливаю воду сам модуль для увлажнения тут принципе все просто открываем снимаем верхнюю вот эту губку наливаем сюда воду можно еще немножко добавить до конца чтобы было полное так ну и затыкаем назад губку губку вставляем назад штатное место и я всегда еще добавляю пару миллилитров воды в саму губку для увлажнения повторюсь наверное тысячный раз что сейчас я смотрю что заканчивается вода здесь намного быстрее потому что в квартире очень тепло топят активно батареи влажность упала поэтому ребята следите внимательно за процессом увлажнения и летний процесс увлажнения он отличается от зимнего зимой активно топит батареи поэтому увлажнять надо фармикарий лучше ну и лучше всего конечно использовать гигрометр для этого чтобы смотреть так теперь давайте мы сейчас уберем лишний мусор на арене вы видите что у меня здесь нанесен антипобег поэтому я могу спокойно открыть эту полностью крышечку и наведем немножко порядок на арене и заполним поилочку водой так для того чтобы нам навести необходимо сделать небольшую приспособу первоначальный совочек которым не был давным-давно уже потерялся куда-то я просто использую листок бумаги сейчас я положу рядом листочек бумаги эту часть мусорки которая у нас здесь есть я пересыплю сюда более крупный мусор я думаю что я сейчас возьму пинцетом так вот эти крылья пинцетиком возьму полностью мусор никогда не убираю чтобы они не меняли место мусорки так сколько здесь крыльев в основном я их кормлю самцами потому что самцов и тараканов очень много и крылья крылья не не съедают крылья остаются так еще можно немножко разровнять им песочек обратно потому что они постоянно этот песок сюда разравнивают в эту сторону и пускай так слегка разровняли теперь возьмем поилочку и также поилку нальем водички давайте давайте проползайте понятно давайте 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 все достанем ватку если мы достанем ее а нет пошла достали ватку и нальем сюда воды теперь можно затыкать новой ваткой чистой здесь тоже большая плотность не нужно потому что это не огненные муравьи они не прогрызают так активно вату не грызут ее и поэтому она будет лежать на своем месте нормально так все поилочку мы сделали и можно ее аккуратненько установить обратно на свое штатное место которое не определил теперь давайте покормим эту колонию самцов у меня много поэтому я стараюсь кормить в основном конечно их самцами теперь минут за пять-десять они победят этого таракана тараканов я особо не придавливаю хотя возможно лучше даже их придавливать для того чтобы меньше травмировать муравьев ну эта колония большая поэтому пускай сама справляется с этим тараканом а мы приступаем к уходу за следующей колонии муравьев следующая колония компонатус альбас парсус видите что прилично они сюда накопили уже мусора поилочка также у них уже практически пустая ну и самих муравьев уже достаточно много здесь вы видите что у них открыто уже три этажа много яиц много расплода в общем давайте сейчас то сделаем первое то уберем мусор у них на арене потом покормим туркменским тараканом и обязательно поменяем им поилочку также здесь посмотрите что у меня нанесен антипобег поэтому когда я открываю верхнюю крышку муравьи в основном конечно они не могут перебраться вылезти из арены так тут я буду заметать мусор с помощью вот такой вот щеточки которую меня в наборе от мини-дрели шла так ребята ребята давайте-ка назад все равно какая-то часть муравьев умудряется пролезть убежать поэтому надо побыстрее убираться и закрывать верхнюю крышку а то муравьи скоростные достаточно прыгучий поэтому они без труда перепрыгивают тот антипобег который я им нанес тоже накопили прилично они мусора так давай давай выходим ходи бежал не бежал блин весь мусор вылезти конечно надо какой-то более удобный делают совочек иначе так чтобы убирать него не очень удобно очередные побеги давайте давайте назад здесь видите немножко мне эти побега не хватает может быть поэтому еще они умудряются вылезти с остальной мусор уберем уже с помощью пинцета здесь мест у нас остались крылья но все равно весь мусор убирать не будем чтобы у них не менялось место мусорки они мусор складывали все в одном месте так ну и вот здесь у них тоже еще такое место отхожие есть вторая мусорка которую не устроили кустиках так сказать но здесь мусора обычно не так много скапливается чаще всего все-таки основную часть мусора они выносит именно вот на эту вот мусорку так ну полностью за убирать не будем у них теперь поменяемым по ручку в которой также воды осталось очень мало давайте закроем сейчас верхнюю крышку чтобы они не не пробегали мимо и вытащим ватку нальем сюда воды и заткнем также чистой ваточкой надеюсь фокус будет творить затыкаем ваткой немножко и туда утопим подальше все-таки желательно чтобы ватка вместе с окончанием воды она все-таки двигалась по шприцу поэтому и здесь убираю те волосы ватки которые цепляются за край и возвращаем ее на арену так лучше я это сделаю так вот пинцетом положу и туда ну а покормим и компонатусов альбас парсусов туркменским тараканом и ребята чуть не забыл самое главное это увлажнение этот вопрос у меня периодически выпадает так давайте мы зальем им сюда около четырех миллилитров воды вот я залил 3 миллилитра вижу что уже вода активно пошла сюда вот по пластинам стараюсь чтобы не доходила вода до болтов иначе появляются такие небольшие ржавые места поэтому 3 миллилитра я залил вода уже начала распределяться активно сюда ну достаточно следующая ребята колония у нас колония лазиус флавус многими любимые муравьи желтенькие красивые просите вы снимать о них видео как можно чаще но к сожалению пока кроме одного видео я ничего не выпустил в принципе у них потому что ничего не происходит муравьи развиваются развиваются они потихоньку достаточно редко выходят на арену но этот процесс постепенно становится все чаще и чаще выходят они пить воды выходит у них здесь вот стоит поилочкой пить сироп подкладываем сюда маленьких туркменских тараканов так как количество небольшое они занимают только первую камеру и вот в этом модуле вы видите что у них здесь устроена небольшая свалочка ну я думаю когда количество будет их расти эту свалку постепенно они очистят давайте сначала увлажним фармикарий ну а потом уже покормим их сиропом и поменяем поилку итак давайте увлажним увлажняю я каблучок двумя миллилитрами и заливаю только в первую камеру в которой и живут муравьи 2 миллилитра сюда заходит полностью без проблем и потом постепенно влага распределяется уже по гипсовой плите теперь давайте сполоснем вот эту вот импровизированную тарелку в которой вы видите что такой остался сироп он стал очень липкий тягучий поэтому сейчас его сполосну и нальем сюда немножко свежего сиропа всю тарелочку я помыл можно возвращать обратно и добавить сюда сироп наливаем немножко сиропа и теперь освежим поилочку которую уже как вы видите воды нет и возвращаем поилочку обратно на арену увлажнили покормили поменяли поилку с этими муравьями все ну что ребята как вы уже догадались из названия этот новостной выпуск будет состоять из двух частей и на этом я предлагаю завершить с вами первую часть на следующей неделе выйдет вторая часть там будет огненные муравьи будут диакаммы жуки пауки в общем будет еще много чего интересного поэтому не забывайте подписаться и до новых встреч ребята всем пока пока